Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. Наш 13-й виноградный сезон. И сегодня мы начинаем разговор о первых работах на винограднике. Поговорим про подвязку, про нормировку, ну и некоторые другие виды работ. Прежде чем мы начнем, пару слов тем виноградарям, у которых виноград сильно повредился морозом. Конечно, выражаю вам свое сочувствие, но по своему винограднику мы уже видим, что пошли замещающие почки. Желаю, чтобы у вас они тоже побыстрее пошли в рост и вас тоже в скорости ожидали приятных опыта на винограднике. Ну, мы начинаем. Вот здесь у нас красивая классическая картинка. Смотрите, побеги уже большие, мы их будем подвязывать. Мы такие проволочки используем. И что здесь убираем? Здесь убираем двойники и убираем лишние побеги. Здесь много, здесь густо. Оставляем 10-15 см. Ну, вообще оставляем 10 см. Вот, смотрите. Вот двойничок. Да, мы его убираем. Вот здесь совсем маленький двойничок. Мы его убираем. Вот здесь у нас вот этот побег. Непонятно, как растет. Мы его выламываем. Опять же, вот двойник. Мы его убираем. Дальше двойник убираем. То есть здесь все классически. Вот тут у нас, да, непонятно, что. Смотрите, таки. Во-первых, вот хороший побег. Мы его сразу привяжем. Так. Вот здесь вот что-то непонятно. Убираем и одно, и второе. Ну, вот это то, что снизу тоже все обламываем. Ну, повторюсь, это классическая проломка. Вот из этих даже двух тоже надо кого-то убрать, потому что, ну, густовато. Наверное, этот более слабенький. Это классическая, когда у нас все хорошо. Ну, он даже пример этого куста. Вот с этой стороны у нас густо. А вот с этой куста здесь подмерзло. И здесь, везде, где нам будет позволять место, мы будем все оставлять. Потому что нам надо куст нормально нагрузить. Кстати, смотрите. То есть, ну, вот здесь, конечно, у этого большого побега двойник можно убрать. А так даже двойники мы оставляем. Ну, там я вам показала, да, один рукав. Ну, это зилга. Она в прошлом году более 80 глазков несла нагрузку. То есть, даже при том, что вот одна сторона у нас густо, да, это вторая пусто. Для такого куста это не нагрузка. А поэтому, повторюсь, будем оставлять. То есть, и это можно оставлять. Вот, смотрите, подмерзла почка, да, и вот уже пошли замещающие. И пока мы их оставляем. Если мы увидим, что что-то растет не очень, и надо куст разгрузить, мы это сделаем потом. Смотрите, вот. Так, здесь может плоховато видно. Попробуем вот здесь. Вот это у нас смёрзшие. А вот уже пошла замещающая почка. Вот здесь у нас тоже вот это смёрзшие. Уже убираем, а здесь замещающий побег. Поэтому пока мы ждём, вот там, с той стороны мы убрали только потому, что густое. Некуда там больше размещать. Всё остальное, везде, где будет возможность, всё оставляем. Развращиваемся сюда. Ну, а здесь классическая схема. Смотрите, побеги видно, что они достаточно тоненькие. И здесь куст, ну, скажем так, перегружен. Он не помёрз, поэтому всё убираем. Ну, опять же, двойнички. Неудобно растущие, растущие вниз. Слабенькие. Опять же, соблюдаем расстояние. Вот, смотрите, этот побежек мы привязали. Вот у нас между этим и этим 10 сантиметров. Вот этот слабенький, неплодоносный. Всё, он нам здесь не нужен. Дальше, вот здесь побег хороший. Вот здесь что-то слабенькое, слабенькое, слабенькое. Всё это убираем. Вот здесь тоже видно. Вот нормальный побег. А вот два не кокущих. Тоже их удалим. Ну, как говорится, для закрепления ещё картинка. Опять же, смотрите, снизу тут вот подмёрзшее, что-то маленькое, слабенькое. Уберём здесь. Вот этот тоже уберём. Вот эти мы чуть-чуть, скажем так, разведём. Потом пока что привяжем сюда. А потом, когда они подрастут, то мы немножко их сможем убрать. Так, вот этот у нас хороший. А вот этот какой-то без точки роста. Мы его убираем. Да, здесь у нас гроздочки есть. Значит, всё, тут убрали. Вот этот привязали. Ну, дальше тоже. Вот этот слабенький, к тому же бесплодный. Вот, смотрите дальше, да? Вот этот мы пока оставим. Вот этот слабенький, бесплодный уберём. Опять же, в классике мы побеги, которые без гроздей, убираем. Но это если у нас всё хорошо и куст загружен. Теперь переходим к нестандартным ситуациям. Опять же, смотрите в классике. Всё, что ниже проволоки, всё, что на старой древесине, мы выламываем. Но здесь куст подмёрз. И поэтому пока мы выламывать ничего не будем, кстати. Обратите внимание на вот этот побег. Сейчас приближу. Побег растёт из старой древесины. И здесь гроздочка. Это не туран. Вот, потом покажу. Вообще у него тут плодушки на всё. То есть, всё, что у нас есть, мы пока оставляем. И наблюдаем, смотрим, как будут развиваться события. Как пойдут замещающие почки. Вот, опять же, смотрите. Если вот в предыдущей ситуации, да, чётко было видно, где побег сильный, где слабый. То здесь, за счёт того, что было подморожение, да, какие-то почки только стали просыпаться. И поэтому делалось выводы, что слабое, что сильное, ещё рано. Вот здесь некоторые почки ещё только начали просыпаться. Вот, тоже стали просыпаться почечки. Поэтому мы ждём. И сразу вопрос, может у кого-то возникнуть, а как потом формировать густ? Вот, мы же должны работать по схеме и так далее. Отдельный ролик будет. Я решила, как бы, не мешать всё вместе. И поговорим, как нагрузить куст. И подумать о будущей формировке, вот, при такой ситуации, как сложилось в этом сезоне. Вот, смотрите, на этой плоскости у нас. Вот это мукузани. Идут побеги. Убираем только то, что, ну, совсем густо. Вот, вот этот оставляем. Вот здесь у нас что-то слабенькое. Вот, мы уберём только потому, что здесь густо. Всё. Если бы здесь у нас ещё место позволяло, то мы бы и это не убирали. Потому что вот с этой стороны всё хорошо, а с другой пусто. Вот через некоторое время, когда у нас опять же спящие почки начнут, точнее, замещающе просыпаться вместо подмороженного, будем наблюдать за ситуацией, будем видеть, как куст себя ведёт. И тогда будем ещё убирать лишнее, если в этом будет необходимость. Также вот по двойникам был вопрос, убирать, не убирать. Смотрите, опять же, да. Вот. Это у нас мускат блау. Попадает в кадр. Нет, не попадает сейчас. Смотрите, вот побег, и вот побег. Между ними сантиметров 25. И там тоже как-то всё очень слабенько. И вот у нас двойничок. Причём, смотрите, ну далеко, конечно, разница между ними есть, но не глобальная. Поэтому двойник мы оставим. Если увидим, да, что он нам мешает, тогда уберём. А так всё максимально оставляем. Потому что кусты надо нагружать. Если мы их правильно нагрузим, то урожай у нас какой-то будет. Нормально вызрют лозы. И в следующем году тоже будет урожай. То есть не надо сейчас бояться жирования, каких-то вопросов, проблем. Сезон только начинается. Грамотно работаем. И всё у нас будет хорошо. Пока, повторю. Да, много раз за сегодня сказала. Максимально всё оставляем и наблюдаем. Убираем только там, где реально густо, где реально мешает. Ещё смотрите, интересный пример. И к вопросу, да, про двуплоскостные шпалеры. Густота, густота. Так, а сейчас камеру подниму. Видим, что на второй плоскости. Практически пусто. И что мы можем сделать? Мы можем вот здесь, вот здесь оставить погуще. Ну, конечно, что-то посмотреть, то, что нам мешает всё-таки убрать. Но часть побегов, вот они чуть подрастут. И развести их на две плоскости. То есть что-то останется здесь, а что-то уйдёт туда. И у нас нагрузка есть, да, у нас урожай есть. Потому что вот такое всё держать на одной плоскости, ну, совсем густо, да, плохо. А выламывать тоже плохо. Потому что вот, здесь есть, здесь нет. А так развели на две плоскости. Всё, да, где-то чуть-чуть неудобно, но ничего страшного, потерпим неудобства. Не самое страшное. И ещё, смотрите, поскольку всё-таки мы разговариваем не только о нормировке, но и о некоторых работах на винограднике. Вот такая картина. Да? Видно уже, что вот этот побег, он шрует. Да, там есть ещё почки. Мы их всех абсолютно оставляем. И вот с такими кустами очень аккуратно с подкормкой. То есть азотная подкормка вот в данном случае вообще точно не нужна. Фосфор, калий, пожалуйста, азот, ну, не нужно, ну, уже видно, это жирование. Вот только ещё всё началось, да? Поэтому максимально, да, всё-всё, что тут будет, всё оставляем. Там будет у нас урожай. Его мы тоже оставим. Ну, будем наблюдать. В принципе, не надо бояться вот такой картинки. Опять же, сезон только начинается, при грамотной работе всё будет в порядке, всё будет хорошо. Ну, а с кормлением аккуратно. Там, где почки помёрзли, да, пока ещё не идут замещающие. Вот в видео, где я рассказывала, что делать после заморозков, ну, были спорные такие комментарии. Кто-то говорил, что надо кормить азотом. Честно говоря, я бы повременила. Если у вас есть опыт, допустим, вы пробовали, вы уверены, что это не помешает, пожалуйста, можете пробовать. Я бы повременила, если мы знаем, что кусты в прошлом году росли плохо. Да, в этом есть смысл. Если они росли хорошо, да, но почки помёрзли, то я бы подождала ещё некоторое время, посмотрела бы, как эти почки проснутся, как они начнут расти, тогда бы уже делали выводы, ну, надо азотная подкормка или нет. Ну, в любом случае, как бы решать вам, смотреть вам. И касательно обработок. Вот лозы в таком состоянии, как я вам показала, уже смело можно обрабатывать. Первая обработка по схеме у нас в сезоне, это обработка не содержащими препаратами. Поскольку вот всё-таки стояла холодная погода, виноград был под укрытием, он там рос. Возможно, ну, скажем так, это условия для развития антракноза, несмотря на то, что сейчас стала уже такая хорошая тёплая погода, профилактика нам не помешает. Поэтому любой мецодержащий препарат по инструкции сейчас можно обработать. В этом наш ролик подошёл к концу. И ещё раз повторю, что нормировка с учётом будущей формировки винограда у нас будет в отдельном ролике, который скоро появится на канале. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку «Щё». Ссылка на каталог наших сортов и наши контакты. До новых встреч!